Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу сделать видео, о котором я давно-давно обещала, на которое я все собиралась с мыслями, потому что толком-то как-то мне нечего сказать. Ну, как бы есть что, но такие все противоречивые у меня какие-то моменты. Ну, в общем, речь пойдет о вот этом креме от Shiseido для области вокруг глаз. Самый такой один из нашумевших их кремов Benefiance. Я не могу его правильно произносить, сколько я не считала, я не могу его правильно произносить. В общем, вот о нем пойдет речь. Давайте немножко предыстория. У меня в последнее время, ну, то ли перегружен как-то мой график, то ли, не знаю, в общем, я устаю. И глаза, конечно, дают о себе знать, даже для меня не свойственными по утрам иногда мешками под глазами. Один момент, в одно утро я встала, что у меня даже муж ужаснулся такой, боже мой, что с тобой? И я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что в отражении я вижу просто ужасного какого-то гоблина. Я поняла, что нужно что-то с этим делать. Все крема, которые были до этого, они мне не подходят. Я в панической истерике целый день студировала интернет и искала крем, который борется с темными кругами под глазами, которых у меня просто невероятное количество уходит тонального этого консилера на убирание этих темных кругов, с уже образовавшимися постепенно периодически мешочками под глазами. В то же время у меня, наверное, мешки иногда впалось, чаще впалось такая. Ну, темные круги у меня от того, что тонкая кожица под глазами, поэтому, видимо, видны. Но все равно недосып имеет место быть, и что хоть что-нибудь найти, чтобы хоть что-то как-то, понятно, полностью оно все это не убирает, но хоть в приличный вид привести. И плюс, что у меня, не могу сказать, что супер какие возрастные изменения, но последнее время то ли от обезвоживания, то ли от чего у меня просто по всему лицу начали появляться мелкие такие морщинки, которые вот уходят уже достаточно, ну, с трудом. То есть, если как бы вот раньше у меня я щурилась, и у меня вот я щурюсь не вот так вот, а вот так вот я щурюсь. И у меня вот тут вот появляются вот, вот где я щурюсь, у меня, я когда перестаю щуриться, у меня появляются морщинки. Если снять макияж, они как бы видны не так сильно, как при макияже, хотя у меня тональный, сейчас я не ношу крем, просто пудрой пользуюсь. То есть, все равно они остаются, то есть, короче, они уже мои спутники жизни. Плюс вот тут у меня уже появились небольшие такие вот мимические морщинки. Ну, и как бы гусиные лапки, которые вот если при микроскопическом рассмотрении, а я люблю так делать, они тоже у меня появляются. Плюс вот тут вот под глазом, ну, это вот естественная складка, которую я тоже ненавижу, всегда ненавидела, но, естественно, я ее не уберу, потому что если бы ее не было, я бы не могла крутить глазами. Ну, и все равно под ней начались тоже уже какие-то непонятные ответвления идти. В общем, вот эти, понятно, все дела, этот крем не идет. Я, в общем, думаю, ладно, давай пока попробуем с глазами что-нибудь сделать, потому что эффект с утра был ужасающий для всех. В общем, вот, я, в общем, студировала весь интернет, наткнулась на множество приятных и неприятных различных кремов, отзывов. Выбрала для себя два. Один вот этот Шосейда, и второй от Кларанс, он идет, не помню, как он правильно называется, он идет от, он достаточно, он легче, чем вот этот. Он идет вот для такого, что снять усталость, там вот темные круги убрать, ну, то есть вот такое легкое что-то, чтобы вот освежить взгляд. Вот это уже начинается более тяжелая артиллерия, но кто где, кто как пишет, тут вообще, в принципе, вообще вот в инструкции не заявлено. Плюс 35 или плюс 45, плюс 100, ничего не написано для какого возраста, но вообще в интернете плавает информация, что от плюс 35, по-моему. В общем, такая гигантская инструкция есть на языках различных мира, где написаны схемы, как наносить правильно этот крем. Например, давайте покажу вот эту, они везде одинаковые. То есть вот так вот наносить его. Вот коробочка его упала, нет видео, где у меня ничего не упало. Вот. И есть картинка, на какие зоны он, собственно, воздействует. Если увидеть, тут как бы вот видны всякие черточки, полосочки 1, 2, 3, 4, собственно, где его использовать. Я пошла в Ревгош, все-таки я решила взять вот этот. Пошла, значит, стоит консультант. Я такая, как умная Маня, такая, значит, думаю, ну, сейчас возьму и пойду. Она такая, девушка, что вы хотите? Я говорю, ну, вот у меня такая-такая проблема. Она, ой, это все как бы фигня, это вам не пойдет, вам нужно другое. Ну, как бы, с одной стороны, как бы, ясен момент, почему так сделано. С другой стороны, может быть, из лучших побуждений, не знаю. В общем, она говорит, этот крем, он уже для такого, если вы хотите в уход, добавить немножко антивозрастного. Что я и хочу, собственно. Она, в общем, меня подвела к стенду другой косметики. Не помню название, дала мне пробники. Пробники оказались невероятно жирными, которые, если вот этот крем жирный, он крем и жирный, то те гель и жирный, и это вообще, как будто у меня задохнулась кожа в них. Очень мне не понравилось. Не помню, что за марка, подпишу внизу, потому что, вот, ну, может быть, кто-то ею пользуется. Она тоже японская, тоже, как бы, такая очень-очень хорошая. Ну, в общем, мне она не понравилась. Она мне для лица увлажнитель такой дала, и для глаз. Она говорит, вам нужно очень хорошо увлажнить. Вам не нужно не питать, не антивозраст, вам нужно очень хорошо увлажнить глаза. Ну, в итоге, короче, я, да-да, все здорово, и взяла все равно этот крем. Попользовалась им я уже, наверное, полтора месяца я им пользуюсь. Сразу хочу сказать, когда я делала видео о покупках, я там написала, что, вот, я, ну, показала, вернее, что я купила. И девочки потом мне пишут, что, о, боже, какой он жирный. Я читала в отзывах, что он жирный, но я не думала, что он настолько жирный. То есть, да, он очень нереально жирный. Те надежды, которые я лелеял, думаю, ну, может, девчонки наносят слишком много и так далее. Я смогу его днем носить, чтобы, как бы, эффект не пропадал. То есть, как бы, если я ночью наношу его, а днем наношу какой-то другой крем, без крема, я вообще, в принципе, уже выйти не могу. Просто там на голую кожу наносить консилер, мне кажется, это просто издевательство. Или обычно для лица кремом мазать кожу под глазами, в общем, как я раньше делала. Я уже, в общем, не могу, привыкла к отдельному крему для области вокруг глаз. Ну, в общем, я лелеяла надежду, думаю, ну, я тоненько нанесу. Нифига, он очень жирный. Если вы также лелеете надежду, что вы чуть-чуть нанесете и потом сможете наносить макияж, не лелеете. Ни через час, ни через два вы не сможете наносить ничего. Это крем исключительно ночного действия. То есть, ну, не ночного действия, то есть, либо вы дома целый день его наносите, либо вы его наносите на ночь. Потому что целый день где-то бегаете и нет возможности без косметики его где-то нанести. Даже если вы ходите без косметики, вы можете его нанести, но у вас будет жирная просто вот эта зона, которая будет блики давать. И, в общем, это будет ах. Давайте покажу саму баночку. Сама баночка такая очень маленькая с... В коробочке у меня, наверное, шпатель. Шпатель. В общем, стройка дала себе знать. Нет, шпателя нет. Такой, в общем, как, короче, палочка, которой выковыривать этот крем надо. Тоже читала отзывы, что многим не нравится именно вот эта система самой банки. Потому что он за счет этого как бы меньше получается хранится. То есть, его открывается, туда попадает воздух, он, ну, хуже становится. Вы его опять открываете по сто раз там. Открываете, и лучше, конечно, когда герметичная там, либо с дозатором, да, крем какой-то, либо с какими-то, ну, не знаю, вот как маленькая дырочка гель вы выдавливаете или крем. То есть, вот лучше в такой формат. Это вот, конечно, их недостаток, и это подчеркнули многие. Запах приятный, ну, такой ненавязчивый, очень легкий, но, как бы, я брала, естественно, не из-за запаха, и плевать уже была, какая баночка. Давайте по самим свойствам. Наношу я его никогда. Гель для глаз, крем для глаз я не наносила прям вот по всей округлости, скажем так, глаз. Я наносила вечно под глаза. Его наношу и под глаза, и вот на вот эту, как бы, косточку, грубо говоря. Потому что с утра просто это, вот, поднимите мне веки. Ну, вот. Единственное, что я реально заметила, что он делает, это то, что он действительно, если я его не нанесу вечером, у меня, вот, будет поднимите мне веки. Если я его нанесу утром, при, при, такой, приемлемый результат, как бы, я вижу. То есть, веки не совсем, как вот в знаменитом произведении. Вот. Кроме этого, я не вижу, откровенно говоря, ничего. Я не вижу, что у меня убрались вот эти синяки. Я не вижу, что у меня убрались эти морщинки мимические. Я не вижу, что у меня кожа супер как увлажнилась. Я пользуюсь им полтора, наверное, месяца, если не больше. Я не знаю, может быть, я не так как-то смотрю. Ну, вот, я не вижу какого-то вау-эффекта, который просто вот на 100 отзывов у 85 человек вот этот вау-эффект есть. У меня его нет. Не знаю. Я очень, честно говоря, расстроена, потому что я до сих пор в поисках. Я знаю, что вы мне сейчас будете писать, наверное, много-много разных своих кремов. Вот одна подписчица мне написала, попробуй Лореаль Триактив, Триоактив для области вокруг глаз. Многие сразу вот в комментариях расхаяли его. Да, я читаю комментарии. Я не всегда, извините, отвечаю, потому что, ну, абсолютно нету времени. Вот я читаю, думаю, господи, как я хочу ответить на этот комментарий. Но это надо зайти... В общем, я буду стараться, честно. Мне очень стыдно, что я не отвечаю. Не ругайте меня за это. Мне просто, действительно, сейчас вот дел вообще позарез. Вот, юбилеи сплошные, какие-то ремонты. Вот. И сразу вот девочки, в общем, расхаяли. Говорят, ой, нет, мне высушил этот крем глаза Триоактив, который Лореаль. Я думаю, ну ладно, чем черт не шутит. Попробовала. Ну, от него был... То есть, если от этого как бы он хуже не делает, то тот все-таки мне сделал хуже, и у меня глаза еще как-то хуже стали выглядеть. Я не нанесла вот как бы вот сюда, ну, вернее, вот сюда тоже нанесла. На утром были поднимите мне веки. Может быть, так, день совпал. Хотя я несколько дней им пользовалась. В общем, Лореалевский мне не подошел. Спасибо за совет, я попробовала. Ну, вот даже вот под глазами у меня как будто просто засохло все. Кожа засохла. Вот. И я в итоге даже не знаю, что мне нужно. Питание мне нужно, увлажнение мне нужно, антивозраст мне нужен. Потому что уже попробовано разных кремов, разных гелей. Я уже даже не знаю, что предпринять. Недавно видела видео Лизы Онэйр, да, там какая-то косметика, которая делается индивидуально под тебя. Под твои особенности, под то, что тебе нужно, какой уход именно, спектр ухода тебе нужен. Что-то у нее очень, как раз такая вот она описывала. Я помню, что у меня такая же проблема. Думаю, вот как бы улыбаюсь. Если раньше я улыбалась и как бы переставала улыбаться, и эти морщинки уходили, то сейчас уже как-то они немножко остаются, им сложно уже уйти. Потом они, может быть, через там, я посплю, они уйдут. Но вот сразу, чтобы они исчезали, такого нет. Думаю, может это попробовать. В общем, не знаю. Если есть что, посоветуйте. Если есть какие-то такие проверенные вот моменты, как вот проверенные средства, с ситуацией приблизительно как у меня. Может быть, попробовать опять Organic Search. Я не знаю уже на что. Потому что, ну вот, три тысячи, две четыреста, по-моему, даже. Не знаю, стоит он того, не стоит. В общем, я не вижу результата никакого. Единственное, вот как, что вот он веки как бы подтягивает вот эти верхние. Внизу, что он питает, набивает, увлажняет, такого нету. Что так вот насыщает, что взгляд такой здоровый. Хотя, знаете, вот вечером глаза у меня как-то более-менее адаптируются после, ну, по сравнению с утром. И вечером уже так я вот его наношу. И мне кажется, что так приятно. Ну, сам факт ухода мне приятен. Но вот чтобы от него какого-то суперэффекта, чтобы прям вот... Там у Shiseido есть еще такой фиолетовый, вот именно идентично такой же баночке. Фиолетовый только крем, он идет именно на убирание темных кругов под глазами. Может быть, его попробовать. В общем, я не знаю. Посоветуйте. Посоветуйте, если вот поняли мою проблему, вот пожалуйста. Я надеюсь, что я найду свой крем. Потому что уже как-то вот пора что-то делать, потому что дальше хуже я чувствую. И завершая, наверное, тему этого крема, не знаю, советовать или нет. Потому что, ну, вот я говорю, сколько отзывов. Откройте вот интернет. Будет 100%, что процентов 80 отзывов будет много положительных. Я вот попадаю как раз вот в те, наверное, 20-15%, которые не положительные. То есть я от него не заметила ничего того, что вот прям вау. И я еще почитала, что там у них есть от этой серии. Сейчас, кстати, в Ривгоше увидела набор. По-моему, даже вот миниатюра такого крема. Потом у них такие патчи под глаза есть. Там две штуки идут в этом наборе. Вообще, они, если отдельно покупать, то там, по-моему, шесть штук. А если в этом наборе, то там две. Ну, две пары. И еще какой-то там крем от Шоссе за 700 рублей. Я думаю, может взять. Хотя потом думаю, ну, у меня этот крем, у меня ничего не сделала. Патчи мне эти тем более ничего не сделают. В общем, там эти патчи позиционируются так вот именно на сайте Шоссейда, что вот мгновенный просто сияющий увлажненный взгляд идеальный. Не знаю, уже боюсь, что попробовав этот крем, если от крема ничего после полутора месяцев действия, ну, как бы использования, то, наверное, от патчи-то один там за 15 минут ничего они тоже не сделают. Вот. В общем, не знаю, советовать или нет. Думайте сами, решайте сами. Может быть, кому-то нравится он. Может быть, кто-то пользуется. Напишите, если вот... Может быть, у него эффект дольше должен быть. Ну, через более долгое время, чтобы я его заметила. Я им пользуюсь за неимением других. Ну, как бы они есть, но вот как-то я все-таки даю ему еще один шанс. Так как вот я с метеоритами, помню, у меня была тоже история, что я... Поначалу мне метеориты жутко не понравились. Я не поняла, что это за вообще фигня. А теперь я без метеоритов жить не могу. Может быть, такой вот эффект будет тоже и от этого крема. Не знаю. В общем, вот. Что-то еще хотела сказать. Тоже вот, ну, просто начиталась отзывов. Думаю, ну, вообще шикарно. И там вот девочки пишут, что перестаю им пользоваться и опять скатываюсь в то состояние, в которое у меня были глаза. Начинаю им пользоваться, и он как бы их так оп подтягивает. Ну, то есть у кожи вокруг глаз. И вот такая зависимость от крема от этого становится, грубо говоря. У меня, к сожалению, эффекта никакого особо нет. Очень-очень жалко. Вот, еще раз давайте покажу, чтобы вот было. Единственное, вот, ну, не единственное, прокололся производитель. Вот такую глупую банку сделали. И неудобно патчем этим, ой, патчем этим, шпателем этим не вынуть ничего толком. Пальцем ковырять. Ну, в общем, антигигиена такая кремовая жуткая. Вот, в общем, все видео. Не знаю, долго ждали, я долго собиралась с мыслями. Не знала, что сказать. Думала, может, сейчас вот он выдаст какой-нибудь там. I am Superman. Нет, не выдал. Не знаю. Напишите, чем вы пользуетесь. Я надеюсь, что что-то я, наверное, для себя найду. Или просто забью уже болт, и не буду ничего. И останусь страшная. И с синяками под глазами, с морщинами. И вообще ужас, ужас будет. Вот. Такой вот обзор. Не знаю, был полезен или нет. Сказала, рассказала. Печальную, наверное, историю. Вот. Все. Всем спасибо за внимание. Будьте красивыми. Всех обнимаю. Целую. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Пока-пока.